Добрый вечер дорогие друзья! Приветствую вас на быстром просмотре обрановления 1.17. Встречаем режим королевская битва в общей очереди. Новый режим случайной битвы королевская битва. Описание королевской битвы случайные геройные веселья для всех. Динамичные битвы на линии, среднее время матча 7-10 минут. Играйте любимым героям Вайнглори, даже теми которых у вас нет. Потренируйтесь в игре за самых разных героев в незабываемых командных боях. Появилась возможность поменять герой и выбранный образ. Получите трофеи войны, славу и репутацию за матчи в общей очереди. То есть у нас появляется дополнительная очередь, очередь королевских битв, где мы сможем зарабатывать славу, репутацию для гильдии. Так что дополнительная очередь, на которой можно будет быстро сыграть, очень приятно. Улучшение королевской битвы. Поменять можно будет героя за 30 айса, если он вам не нравится, и у вас много айса, вы в принципе можете менять его. Можно теперь выбирать образы перед началом матча. Таймеры смерти стали короче на всех этапах игры. Увеличено ускорение за разгром противника, то бишь при эйсе вы будете быстрее бежать. Постоянное увеличение золота, которое вы получаете в секунду, увеличено с 10 до 15 единиц. И начальный закуп теперь будет вам даваться не 10 секунд, а 30. То есть у вас будет больше времени на подготовку. И усиление походных ботинок всегда активно для всех, кто не вступает в битву в течение 5 секунд. Вот. То есть теперь скорость будет включаться автоматически в течение 5 секунд в походных ботиночках. Дальше. Образы. Образы. Весенний образ и события с картами зайка-убийца Рона. Описание образа. Самые анимированные образы в всю историю игры. Это действительно образ очень красивый, очень много дополнительной анимации. И плюс к тому же его можно будет заработать совсем бесплатно. Новая анимация в атаку падения на пятую точку. Новая анимация смертоносный вихрь при первой активации эффектные прыжки и бег. Новая анимация кровавый туман, мощный боевой вихрь, вид которого вы вряд ли забудете. Новые обсидановые лезвия топоров, осколки летят во все стороны при каждом ударе и многое другое. Финн Т3, Т2 и Т1 скины. Сразу так же как и на Фортерсе введено сразу же три скина. Вокс Т3. Тоже достаточно красивый скин, необычненький, но честно говоря по мне Финн Т3 получился покрасивее. Бонусы в подарок. Теперь мы можем подарить своим сагильдийцам бонус репутации для гильдии. Если вы хотите сделать приятно своему сагильдийцу или чтобы он быстрее накачал репутации для гильдии, можете подарить ему бонус репутации. Таблица результатов. Да, тоже достаточно интересные изменения. Теперь вы не будете видеть автоматически, что покупают ваши противники. Вы будете видеть только это в том случае, если вы увидели их вживую. То есть пока противники находятся в тумане войны, вы не сможете узнать закупы противников. Очень правильное изменение. Во всех мобы и играх сделано так же, поэтому вполне логичное изменение, которое, думаю, всем понравится. Кракен. Нейтральный кракен наносит чуть больше урона на поздних этапах игры. Незначительное. Вот. Дальше интересное. Кристальный рудник. В награду всегда дается 150 единиц золота. Теперь, независимо от того, сколько рудник проработал кристальный, тот который, два кристальных рудника, которые усиливают наших миньонов, он стабильно будет давать 150 единиц золота. Своеобразные изменения. Теперь можно будет забирать рудник почти моментально и также отбирать у противника его моментально и получать стабильные 150 золота. Конечно, больше теперь он не нафармит, но на первых этапах игры этот заработок будет более приятен. Переходим уже к балансу героев. Альфа. Базовая сила оружия уменьшена. На поздних стадиях игры немножечко уменьшена сила базовой атаки. Первая директива. Увеличен базовый урон от кристалла, то есть коэффициент усилен с 80 до 90 процентов. Усилен коэффициент урона от кристалла при... За одно накопление заряда ядра с 60, то есть за разряжение вторых стаков второго скилла больше урона теперь будет и некоторые ошибки. Заряд ядра. Да, вот тут переработали сам второе заклинание, теперь оно будет немножечко попроще. Убрали негативный эффект то, что при использовании заклинания альфа начинало гореть. Но теперь каждый дополнительный стак будет стоить не 10 процентов здоровья, а два с половиной. То есть первый будет стоить у нас стак два с половиной, второй пять, третий семь с половиной. Это достаточно хорошее изменение, но это будет фиксировано на последнем четвертом уровне. Не будет заклинания бесплатно, то есть мы также в конце игры будем терять по 7,5 процента здоровья в секунду. Лечение на накоплениях изменено, повысили коэффициент для оружия, когда мы начинаем гореть, когда используем второй скилл. Лечение уменьшено в бою с миньонами, то есть с одной стороны его увеличили, но при том условии, что мы сражаемся в лесу, отхил от миньонов будет уменьшен. И базовый урон изменен, уменьшен, просто уменьшен как кристальный коэффициент, так и базовый урон. И протокол уничтожения теперь альфа при ульте не будет замирать в самом конце, она все равно будет продолжать двигаться. То есть скорость будет падать не до 0 процентов, а до только 30. Катрин, теперь когда урон, который отражается при помощи щита, не будет считаться дополнительным... Наоборот, отраженный урон считается дополнительным уроном и при помощи этого урона нельзя будет забирать миньонов добивать. Ну то есть вы теперь можете спокойной совестью использовать щит для того, чтобы увеличивать урон по миньонам, не боясь то, что миньон просто об вас убьется. Так, дальше у нас Селестия. Изменение позволяет Селестия накапливать чуть больше сил в начале матча и правильно использовать ее сверхновые на поздней игре. До сверхнового время восстановления изменено совсем на немножечко, на 0,2 секунды уменьшено восстановление первого скилла. Фортресс. Базовый урон от оружия уменьшен, то есть на ранней стадии игры Фортресс будет бить немножечко послабее. Правда Зуба теперь сбрасывает базовую атаку, то есть можно будет сразу автоатаковать. Вампиризм сокращен до 2 секунд и 3 секунды только на форсирование заклинания. Урон уменьшен, но зато ускорение увеличено с 1,7 до 2, фиксированные 2 и при форсировании 3. Неплохой буст по скорости и длительность рывка тоже увеличена до 3 секунд при форсировании. Закон Когтя. Вероятность кровотечения изменена с 12. Да, то есть первое заклинание будет бить немножечко послабее на первых стадиях игры. Но в конце оно будет все такое же мощное, хотя коэффициент кристалла тоже уменьшен. Атака стая. Теперь будет во время ульты форс получать бонусное здоровье. Также уменьшили здоровье волков и некоторые ошибки. Джоуль. Тяжелые бронеплиты. Теперь пассивка Джоуль применяет направленную защиту от всех типов уронов и источников. Щит уменьшен с 22-133 до 0.55, как и броня. Джоуль получает 50-150 единиц брони и щита, если направлены в сторону источника урона. То есть теперь Джоуль надо крутиться. Очень быстро крутиться, особенно когда она пытается кого-то закатить. Потому что весь урон ей надо принимать лицом. Очень у нее ослабляется броня, если ей бить по спине. Ребята, запоминаем. Джоуль бьем только в спину. Мерцающая стрела. Кэстрел. Повышают оружейные коэффициенты на первом скеле у стрелы, но при этом уменьшают пробой. Это правильное изменение. Кастрюлька пробивает стрелой своей очень больно, очень больно. Адаптивный камуфляж. Продолжительность скрытности увеличена. Бог ты мой, ребята, вы что, действительно? Увеличивают коэффициент и время скрытности в камуфляже. Ну что ж, и так до этого кристальные кастрюльки почти нон-стопом бегали в инвизе. Так теперь они точно так же будут бегать нон-стопом в инвизе. А вот оружейные будет немножечко побольше. Одним выстрелом пробой брони изменен с 0-20-40, 10-20-30. То есть одним выстрелом One Shot One Kill будет дамажить посильнее в начале игры, но в конце он будет дамажить послабее. Переходим дальше. Оза. Тройной удар. Расход энергии за использование уменьшен с 50 до... Так. Использование скила будет немножечко подешевле на поздней стадии игры. Кристальный коэффициент изменен. Увеличили кристальный урон на первых стадиях, но на последних стадиях... А. Вот. Немножечко неправильно я понял. Был первый, второй, третий удар 30-60-120. То теперь сделали 50-75-50. То есть первые два удара будут посильнее, но финальный будет слабее коэффициент. Кристальный коэффициент. Кристальный коэффициент удара героя увеличен с 20 до 25. Это, наверное, бонусный. ОК. Виртуозный прыжок. Урон от прыжка изменен. Увеличен базовый урон, но при этом уменьшен кристальный коэффициент. Финальный урон также изменен. Также увеличено базовое значение, но уменьшено кристальное. И дополнительный урон также. То есть теперь для оружейного Оза все-таки есть шанс, что виртуозные трюки, когда он прыгает по головам, будут хоть какой-то урон наносить. Они только используют для того, чтобы догонять. И переполох. Скорость умений увеличена с 9 до 12. То есть Оза будет быстрее катиться. А то были уже такие ситуации, когда просто Оза не успевал докатиться. И длительность кувырка уменьшена с 1,2 до 1 секунды. То есть это время подготовки. Переходим дальше. Петалька. Трамплин. Усиление кристалла увеличено. Усиление оружия увеличено. То есть при использовании катапульты, когда петалька прыгает на своих семечках, коэффициенты увеличиваются еще сильнее. И с самого сгорания увеличили. Наоборот, ослабили немножечко. Точнее ослабили на ранних стадиях игры и уменьшили кристальный коэффициент. Но в поздней стадии игры базовое значение усилили. Не критично, но все равно приятно. Вот, мы подходим к Райму. К очень сильному нерфу Райма. Броня и щит увеличены. Да, ему увеличивают броню и щит. Это, конечно, приятно. Но. Ледяной страж – это пассивка Райма. Укрепление здоровья и получение базовых атак уменьшено с 50 до 25%. То есть он будет получать бонусное здоровье не менее 50%, а только на 25%. В два раза уменьшено. Замечательно. Кристальный коэффициент периодического урона снижен с 125 до 90%. На 30%, на 35% снизили урон. Базовый периодический урон тоже снижен. То есть урон от пассивки очень сильно снижен и также снижен от хил с нее. Холодное острие. Урон от второго удара изменен. На ранних стадиях игры взрыв первого скилла будет наносить немножечко меньше урона. Но в лейте он будет дамажить точно также. Зимний ветер – второе заклинание Райма. Урон изменен. Повышен урон с ранней стадии игры. Но в лейте он будет бить немножечко послабее. Урон миньоном увеличен. То есть пассивка будет бить сильнее по миньончикам. И Валькирия. Ослабили полностью урон. Как базовый урон, так и коэффициенты. Скарф – огненный плевок. Урон уменьшен. Да, полностью уменьшен. Базовое его значение. И кристальный коэффициент тоже ослаблен. Будет послабее дамажит первый фаерболл Скарфа. Тоже очень приятно. Тина. Урон от огня изменен. Больше он теперь получает урона на первых левлах. Но в конце базовый урон ослаблен. Но кристальный коэффициент усилен. То есть в лейте будет бить немножечко посильнее сама лужа. И ежесекундный урон изменен. Да, урон немножечко ослаблен. Ежесекундный урон. То есть базовый, который моментально усилен, но который по времени ослаблен. Скай. Шквальный огонь. Первое заклинание. Кристальный коэффициент дополнительного урона по захваченной цели снижен с 18 до 15%. Незначительное ослабление, но так или иначе 3% для Скай во время первого скилла, если она дамажит по захваченной цели. Вокс. Ультразвуковой скачок. Исправлена ошибка, из-за которой Вокс иногда выполнял базовую атаку, если использовал мини рядом с целью, находящейся под водительством резонанс. И ультразвук. Безмольно пересчена во вторую волну. То есть теперь Вокс будет сайленсить не с первой волны моментально, а только со второй. Поэтому можно будет от нее убежать. Теперь переходим к изменениям предметов. Рекомендуемые предметы для некоторых персонажей были изменены. Ракетница Фонтан. Теперь летят быстрее заряды. Это очень приятное изменение для всех саппортов. Источник жизни. Недособранный Фонтан. Новый постоянный эффект. Если вы не вступаете в бой со вражескими героями в течение 5 секунд, восстанавливается 2,5% недостающего здоровья в секунду. Неплохое изменение. Дополнительный эффект. То есть позволяет нам отхиливаться гораздо быстрее, если мы не находимся в бою со вражескими героями. Переломный момент. Увеличивали силу оружия. Ну и в принципе это все. Да, вот такой вот у нас достаточно небольшой патч получился. Надеюсь, такой вам обзор понравился. Всем большое спасибо. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok